Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах о музыке, о кино. Говорит, показывает в Ападом. Сегодня речь пойдет о великолепной книге, которая является научпопом для младшего школьного возраста. Младшего, я даже думаю, с захватом в среднем, потому что многие факты окажутся интересны, и, скажем так, уже ребятам постарше. Ну вот, когда идешь по мосту, книга Эрны Усванд, вот с таким вот чудесным совершенно детским названием, да, словно из детского стишка, это вовсе не детская адаптация сериала «Мост». Шучу, конечно, да, а то подумаете, что норвежцы присоединились с шведом и датчаном, и «Мост» у нас новый сезон, значит, в виде книжки вышел. Если серьезно, то это прекрасный научпоп именно о мостах. Мосты очень интересные по рождению культуры человека. Они известны с древнейших доисторических времен. Постепенно броды и переправы стали оборудоваться, надстраиваться, да, и идеалом стало пересечение глубоких борных потоков, значит, соответственно, по суху. Так появились первые мосты. Древние римляне строили гениальные мосты. Многие из них стоят по сию пору. Бост через Тибра, например, знаменитый в Риме. Многие из них, акведуки, это уже мосты для воды, это водопровод воздушный, значит, соединяют. Рабочих, правда, насколько я знаю, нет, поскольку глиняные трубы не выдержали проверку временем. Там был настоящий водопровод проложен, да, трубы из обожженной глины делались, вот. Иногда из металла, но все-таки из глины, по-моему, чаще всего. Но сами акведуки целы, и их можно даже использовать, будь кто захочет, это исторический памятник колупать, поскольку это, конечно, уникальное создание, ну, то, чтобы строение стояло 2000 лет, вот, арочное, сложное. Итак, мосты. Мосты бывают очень разные. Бывают подвесные, вантовые. Бывают, значит, мосты сложной конструкции. Мосты поставили огромное количество рекордов. И вот именно норвежский автор, в силу особенностей всех этих скандинавских стран, и Швеции, и Норвегии, значит, у них очень изрезанная береговая линия. Там такие, скажем, бухты, которые называются шхеры, такие, значит, сложные заливы, да, и изогнутые берега, высокие, разные по высоте, что их так и хочется соединить мостами, но это очень сложно сделать. Поэтому эта книга посвящена всем мостам во всем мире, да, а это хороший наушпоп для детей, не ограничивающийся национальными достижениями. Здесь, например, в главке «Какие бывают рекордные мосты», да, и какие есть специальная врезка «Интересные мосты России». И там, разумеется, сказано всё самое интересное о мостах у нас. У нас есть чем гордиться, и есть о чём говорить. Вот. Мосты соединяют культура, берега, государства. Мосты соединяют людей. Мосты делают жизнь совершенно другой, потому что всё-таки водная стихия – это очень коварная стихия. Мне понравилась глубина подробности, с которой в этой книге изложен материал. Может быть, здесь нет таких сверхбогатых красочных иллюстраций, но соответствующие разделы технологические дополнены очень хорошими фотографиями. Здесь наглядно видно, что делают рабочие, дорожные рабочие, да, когда ремонтируют какой-нибудь мост, вот, и что может увидеть ребёнок, пока папа матерится сквозь зубы, значит, за рулём машины, объезжая пробку вследствие ремонта этого самого моста. Значит, а если серьёзно, кроме шуток, то, конечно, тут важно именно технологию понять, да, именно как это делается. Вот в книге довольно много сведений на этот счёт, как это всё устроено, как это всё возводится. И, например, рассказ о возведении моста начинается не с чего-нибудь, да, не с электросварочных работ, не с установки быков, да, значит, оснований для опор моста, если мост такой, значит, на этих самых основаниях держится, то, конечно, начинается она с главки интересной подряд. Выбирается подрядчик для строительства моста. Что это, кто это, кто может выступать, какая квалификация нужна для того, чтобы построить мост, и какой мост, да. Об этом всё рассказано коротко и просто и понятно для детей. Это действительно важно, вот это, как бы, очень такой основательный подход. Ну, а здесь есть ещё одна великолепная главка, которая меня пленила. Это всё, видите, иллюстрировано всей технологией, вот на таких чёрных разборотах проиллюстрированы прекрасными фотоснимками. То есть, это сделано для того, чтобы понять... А, соответственно, уже типы мостов и различные достижения мировые в форме мостов, они уже выполнены в виде рисунков, понятных схем, где становится ясна конструкция моста и её особенности. Вот тут вот есть очень хорошая главка, прекрасная, о чём рассказывают мосты. Она меня прям-таки порадовала. Ну, например, в мосты рассказывают о войне. По легенде, знаменитый Лондонский мост, да, значит, использовался как оружие. Каким образом? А были подрублены опоры, и он упал на воде норманов, да, значит, викингов, и таким образом погубил противника. Вот. Я об этом не знал, слыхом не слыхивал, да. Вот. Я знаю о замечательном, о замечательной обороне Карлова моста в Праге, прекрасной совершенно. Кто не знает этот эпизод, почитайте. Там уже почти одолели защитников города враги, да. Ну, а тут вышло грозное ополчение, значит, местных студентов, бедняков и евреев. Вид, зрелище, которое представляло себе это войско, грозное, да нельзя. Видимо, было настолько ужасным, что враг бежал с Карлова моста. Интересный ещё эпизод. Здесь есть, например, врезка о том, о чём ещё нам могут рассказать мосты. Здесь есть крохотная врезка, посвящённая мосту вздохов в Венеции, да. Тоже очень памятный мостик, соединяющий два здания, да, соединяющий дворец Дожа и страшную тюрьму, да. И вот рассказывается эта история. Это важно. То есть, здесь вот дан какой-то исторический материал, мне очень понравилась эта главка. Обычно в научно-популярных технических книгах об этом не рассказывается, упускается это. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот за что отдельная пятёрка книги – это за насыщенность материалом, да, доступность этого материала. Вот. К сожалению, здесь нет вопросов и заданий, связанных с расчётной частью. То есть, ну, что-то, конечно, упоминается, да, ветровая нагрузка, нагрузка, значит, на опоры моста, да. Здесь вот прямо в оглавлении можете посмотреть, да, виды мостов, материалы, из которых они делают, и так далее. Вот. И есть отдельная главка, посвящённая несчастным случаям, да, когда мосты разрушались. Неправильная эксплуатация, значит, и недоработки ошибки в строительстве мостов. К чему это приводит? Тоже очень важная глава. Поэтому, конечно, эту книгу очень хорошо бы даже не в первых, вторых классах школы прочесть, а чуть постарше, и уже рядом с каким-нибудь выборкой задачек из Перельмана, которая позволит расчётную часть немножко, эту нагрузку порассчитывать. Вот. Ну, на простеньких примерах, понятное дело, да. А я в детстве это упустил, поэтому всё время сожалею, да, и с радостью отмечаю, что сейчас этого всё больше. Ну вот. Когда идёшь по мосту, Эрна Усланд издательства «Белая ворона», читайте, наслаждайтесь. Великолепная книга о мостах. Великолепная книга о мостах. Великолепная книга о мостах.